Так, мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге, о вечности, чтобы не попали в ад. Вы себя берегите, нигде отдельно не бывайте, ни в чей дом не заходите, когда в школу идёте. И уходя из дома, обязательно у родителей попросите благословения, чтобы отец и матерь благословили, чтобы ты вернулась домой. Благополучно было. Будьте внимательны. Это не как... Спасибо! Чтобы никто рядом не ругался, никогда не позволяйте этого делать, оскорблять себя. Вы живёте не в Казахстане? Нет. Да, в Викторе. Да, ну это не важно. Главное, берегите себя для Бога. Живите по-божески. Считайте Евангелие. Я пришёл сюда уже 70 дней. Вам видно? Нет, что написано? Она отвечает на все вопросы. На все вопросы. Как правильно жить? Как жить для Бога? Чтобы человек будет веровать и креститься, спасён будет. А не будет веровать, осуждён будет. И поэтому везде есть православные храмы. Вы пойдите в храм Божий. Там, если нужно, на исповедь сходите. Со священником поговорите. Ваша душа расцветёт перед Богом. Мы с человеком разговариваем. Мы сразу его просим, чтобы ни одного худого слова не было сказано. Ну, извини, пожалуйста. Ну, бывает всякое... Ну, не надо. Пока... Вы как хотите. Но пока мы разговариваем, чтобы около вас никто не матерился и не было плохих слов. Завтра... Хорошо, я вас слушаю. Может, у вас какие-то вопросы есть. Только микрофон поближе сделайте себе. Я плохо слышал, да? Да, микрофончик. Возьмите в руки. Блин, получилось бы всё нормально, а то у меня он карабин. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Во славу Божию всегда хорошо дела идут. Бог благословляет. Дай Бог, дай Бог. Мы проповедуем Христ... О Христе проповедуем, чтобы люди уверовали, жили для Бога. А здесь на этой рулетке тут блудят, что попало делают. Да, 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 да. Здесь нехорошие люди. Ну, бывают, и такие попадаются. Мы пришли сюда, чтобы людям Евангелие почитать. Отвлечь их от греха. А другие-то зачем здесь? Особенно много мусульман здесь. 80 процентов. Ай! Крова откуда? Город Барнаула, Тайский край. Вот я православный. Да? Да. А у вас храм там есть? Да, да. И вы ходите в него? Да. Слава тебе, Господи. А вы знаете, что через три недели будет Пасха Христова? Да, 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 знаю, знаю. Так, тогда я вам кое-что открою. Если вы зарядите открытым, так сказать, во свете Библии, вот наша главная книга, во свете Библии, это наш YouTube называется, вот попробуй найди, во свете Библии, во свете Библии. И что дальше? А дальше мое имя, фамилия поставьте, Игнатий Лапкин. И вы откройте наш YouTube. Это огромное богатство, 14 700 роликов. Вы понимаете, что за цифра? А если вы зайдете по скайпу, Игнатий Лапкин, вы меня сразу найдете. Да, здравствуйте. Как ваши дела? По милости Божьей, дела какие. Утром встали рано, в 4.40 встаем, помолились. Сейчас идет пост у нас, как у вас в Уроза, там как. Мы молимся. У нас сейчас не едят ни мяса, ни молочное, ни яйца. Семь недель. Ах, да, да, еще несколько дней осталось. У меня дядя тоже одержит. Вот три с половиной недели осталось, и будет Пасха. И у нас будут приветствия такое. Христос воскрес. А что отмечают люди? Я по-армянски могу сказать. Ну, по-русски, воистину воскрес. Воистину воскрес. А мы в Армении были. У меня 38 книг вышло из печати. И мы проехали по всему государству, и по Европе. Из Барнаула до Владивостока, до Лиссабона. И были в Армении, в Ереване. Там мои книги находятся. Игнатий Лапкин. 38 томов. О, благодаря вам. И мы там в Севастийском озере, в Севанском, купались. Ветер был. И у нас все эти ролики снимаются. И там как собака за палкой в озере плыла. Волны сильные были. И там труба железная рядом лежала. Запомнилась. Интересно. Из Армении в Азербайджан нельзя проехать. Из Азербайджана нельзя. Надо через Грузию. Сначала вернуться в Грузию. А потом уже вот такая у них дружба между собой. Да, дружбы нету там. Нету. Но к Армянам мы приехали. Мы как будто домой приехали. А когда в Азербайджан были, нас там проверяли, проверяли. Зачем едете, кому едете. Были нет в Армении. Там были нет в КГБ в Армении. Я говорю, мы в Армении вообще не были. Мы правда. Когда с Азербайджана вернулись, в Грузию, а потом в Армению. А вы просто здесь общаетесь с людьми или снимаете? Книги дарил. У меня 38 томов вышло. Нет, нет, нет. Здесь я имею в виду. Здесь это чат. Здесь люди безбожники. Блудят. Голые. И мы пришли, чтобы рассказать о Боге. Что за это люди отвечать будут? Ну, эти люди не знают Богов. Знают. Узнают. Вот оно. Вот у нас недавно два человека из Армян приняли христианскую православную веру из Армян. Там, а как это? Арсен? Арсен одного звать. А другой, кажется, то ли как-то Аран или что-то такое. Молодые люди. Они по почте выписали мои книги. Ну, это же наши почти одинаковые там разницы. Ну, вот так. А вот вы, если зайдете на наш сайт, называется «Восвете Библии», тут ко мне зашел один армянин старый такой, и мы с ним беседовали полтора часа. За полтора часа я только три минуты говорил, а остальное он. Бывает. Вы увидите, у него волосы длинные такие, длинные. Благодарное дело делайте, всего хорошего. Да. У вас вопросы какие-нибудь есть духовные? Можем побеседовать. Нет, вы уже делаете хорошее дело. Мы строим православную деревню с нуля. Кто не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Первый разговор с ним тогда ведем. Ну вот, у вас много дела здесь в России. Да. Здесь таких. Ну, видите, мы встаем рано, в 4.40 всегда встаем. А мне приходят со мной много раньше, в два часа ночи сегодня я. У меня большая почта. У нас на Ютубе 33 тысячи подписчиков и 32 миллиона просмотров. А сейчас вы снимаете, да? Да, конечно. Всего хорошего. Да, с Богом. Камера сломалась. Это грех загнал туда. Какая камера-то? Я уж сколько сегодня таких вытащил из тьмы. Выходите, поговорим. У вас такой беседы больше никогда не будет. Я вам о Боге расскажу, о жизни вечной, чтобы в ад не попасть. Выходи оттуда. Да не бойся, выходи. Бог благословит вас. Только не ругайся ни в чем. Выходи. Я боюсь. Да не бойся, никого нету. Никого нету. Я буду жить в Роке. До свидания. Жалко, конечно. И счастливого. До свидания. Да. Не брошу, но я очень хочу с тобой поговорить. Ну, пожалуйста, и что у вас? Поближе микрофон. Возьмите, плохо слышно. Отец, так лучше? Нет, так же. Еще поближе к микрофону. Вам меня хорошо слышно? Тебя очень хорошо слышно. Ну, у меня микрофон рядом. Вы как-то поближе приблизитесь и задавайте вопросы. Блин, не могу я поближе сделать его. У меня микрофон и камера это в одном. Ну, ладно, говорите. Я буду наклоняться к динамикам. Да ты-то не наклоняйся. Тебя очень хорошо слышно. Мы пришли сюда людям рассказать о Христе, что Христос умер за наши грехи по Писанию. И мы должны веровать, чтобы обрести жизнь вечную. И служить по заповедям Господним, исполняя все. Отец, я был верующим, был, пока не понял, блин, то, что он не за наши грехи помер, а за его на и грехи. Только не ругайтесь сейчас, чтобы ни одного слова ругательного не было. Не будет ругательных слов. Давайте дальше. Почему он умер? Почему? По любви, говорит. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он возлюбил нас, когда мы были грешниками. Любовь подвигла Его. Мы Его творение. Он любит нас и не хочет, чтобы погибли в грехах. Меня Он в 23 года нашел, Христос. И я 56 лет Ему служу. Слушай, Он нас во грехах нашел. Да. Но после того, как Он нашел нас, Он устроил войны, в которых негрешные люди умерли. За что эти негрешные люди умерли? Как Бог говорит, любите друг друга, а Бог устроил войны. Это люди, это сатана называется. Дьявол. Он людей травит друг против друга-то. А вы такие богохульные слова говорите на Бога. Бог войну устроил. Он допускает ее. Когда люди не верят в Бога, Он тогда дает им возможность. Проверьте себя. И тогда бывает, Гитлер придет и Сталин. Я не говорю богохульные слова. Но почему выше позволил войну умерло много нормальных людей? Ну и что они? Рай получили. Нормальные люди в рай вошли. Беды опять никакой. Это если нет будущей жизни за гробом, тогда да, все вы правильно. А если есть будущая жизнь, все понятно. Маленький ребенок погибет, он в раю не нагрешил. Надо смотреть по-другому, масштабно. Нет, полстраны почти померло. За эту жизнь не надо цепляться-то. Он его мог не дать нам. В 138-м псалме написано, зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны дни, для меня назначены, когда ни одного еще не было. Бог знает, кому и что дать. Это самые страшные люди. А если я это сделаю для того, чтобы не начать мировую войну? Это пустые разговоры. Вы думаете по-хорошему. Мне надо баловаться. Я бы сделал мировую войну, да глупости все. Вы здесь видите, для чего люди собрались. Вы считайте Евангелие. Только не ругайтесь, чтобы никаких плохих. Я не ругаюсь. Да. Мы людям рассказываем о Христе, о спасении в Боге. Потому что здесь злое место. Собрались при Любодеи блудники наводнили. Содом и Гоморра творится. Блуд творят открыто, показывают, что нельзя. А мы им считаем, вот здесь, и когда люди желают, я им считаю, вот из этой книги. Смотрите. Так, смотрю. Это что это такое у вас? Вот считайте, что написано. А как вы узнали про это место? Про что? Про рулетку? Про это место греховное, полное разврата Содома и Гоморра. У нас брат был один, парализованный. Его звать Сергей Козлов, из Воронежа. И он два раза сюда зашел. Он 17 лет лежал парализованный. И я не знал даже про эту рулетку-то. Теперь я знаю, что это школьник, двоечник ее создал. А Андрей Терновский. У него одни двойки были. Он говорит, я вижу, что я экзамен сдать не могу. Давай придумать. И придумал. Сейчас миллионер в Америке. И тогда я пришел сюда. Я увидел, какая беда здесь. И тогда я прихожу сюда. И Евангелие уже 70 дней проповедует здесь. Ты серьезно? Серьезно. Вот сейчас только разговаривали с одним. А у него такая маска надета. Он меня увидал. Сорвал маску. Да Игнатий Тихонович, да как вы попали сюда? Я на вашем Ютубе уже сколько лет там нахожусь. У нас Ютуб большой. Во свете Библии называется. Там 14700 роликов. Это все вы снимаете? Да, снимаем. А вы вообще откуда? Город Барнаул. Алтайский край. Российская Федерация. Я в Соседску. Я в Красноярске. А соседи наши. А вы в самом городе Красноярске живете? Не, я в Кае. Неподалеку от Хакасии, знаете. Город какой? Минусинск. Минусинск. Так у меня там родственники живут. И мы там были. В Минусинске, там в библиотеке, мои 38 томов находятся. Игнатий Лапкин. Считаю, что знакомого встретили. Да, вы можете найти там. А Абакан недалеко, если вы туда приедете. Там церковь называется во имя Константина. Я там вырос. Я все там, пизде там бывал. Кае Сюкчу объездил. В Абакане. Да, там храм, храм, храм во имя Константина и Лены. И там служит близкий мне человек. Он в моем доме обратился. Менонит. Бывший преподаватель Томского университета. Геннадий Фаст, доктор богословия. Вот вам познакомиться надо будет. Обязательно. А вы как вас можно найти? Говорите, на ютубе или где-то? Во свете Библии называется. Во свете Библии. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Ну, Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Ну, если вам... Мы с каким-то более полезным заняться. Если по скайпу думать и поговорить. Вы только зарядите, Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Вы меня сразу найдете. Хорошо. А если к словам во свете Библии подставите сайт, сайт, то на сайте на нашем вы такое встретите. Во всем мировой сети нету, что у нас есть. Ну, получается, это есть в мировой сети, раз это на сайте. Это только название. Только форум поставите. Там 1600 тем. Во свете Библии они называются. Игнатий Лапкин. Во свете Библии. А в моем мире зайдете, Игнатий Лапкин. Там 22 тысячи фотографий только наших. Ну, я вообще в этом году думал на Алтае съездить. Думаю, наверное, съездить на Алтае в Горной. Вот, если на сайт зайдете, просто зарядите. Но заранее скажу, что вы должны внизу сначала написать. Мы с вами встречались? Мы с вами встречались? Нет, я еще. Нет, не встречались. Мы тут пришли, проповедуем Слово Божие, считаем Святую Библию. Потому что здесь тьма и мрак. Здесь Содом и Гоморра. Что тут делается? И людям возвещаем Евангелие, чтобы покаялись и веровали в Евангелие. Христос говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. 16 глава, Евангелие от Марка. Продолжение следует...